Хотите дзена, идите и смотрите, что такое Нагарджуна и что такое, то есть, у вас у Банха. Хотите дзена как технологии, идите, откровенно говоря, в Японию и смотрите, как это работает в реальности, которая является иллюзорной. Но чтобы она была хотя бы эффективной, используйте это во благо, потому что японцы создали этот инструмент, именно посвящённый технологиям внешнего воздействия. Это была медитация, связанная с полным нахождением отсутствия всего. Многие слышали про дзен. Наверняка многие слышали про тантру. Вокруг этих и близких к ним систем много мифов, много идей, которые подхватываются современными медиа. И вот очень интересно разобраться в том, а что в этом всём реальность, что из себя представляли эти практики на самом деле. Где здесь пути, ведущие к истине, а где всего лишь социальные технологии? Обо всём этом говорим в сегодняшнем выпуске «Ноосферы». И он у нас получился очень необычный. Это фактически интервью. Это глубокая, подробная, тщательно выверенная лекция, но тем не менее очень интересная. И я приглашаю вас принять в ней участие. Друзья, здравствуйте! Рад приветствовать вас в новом выпуске подкаста «Ноосфера». Сегодня будем говорить про дзен, будем говорить про глубинную психологию, про сознание. И я очень рад приветствовать нашего гостя. Здравствуйте! Доброе утро! Если можно, буквально в двух словах расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Только, пожалуйста, без скромности. Про выставки, про Японию, про всё вот это. Ну, если честно, без скромности я занимаюсь собой. Потому что ничем другим заниматься нельзя. Мой путь связан с тем, что я пытаюсь совершить максимальное количество ошибок, потому что это превращается в опыт. А то, что нам нравится, в опыт не превращается. Потому что это для нас бесполезно. Соответственно, человек, который смог позволить тебе совершить максимальное количество ошибок, обладает наиболее развитой системой доступа к тому, что называется истинная природа реальности. Потому что то, что не истинно, он точно уже знает, исследовал. И вот я занимаюсь этими исследованиями и понимаю, что есть не истинная природа, что нам даёт возможность всё-таки по завершению всех наших исследовательских опытов. Значит, я исследователь реальности, сознания, человеческого сознания, вселенского сознания. Достичь так называемой глубинной системы, которая называется истинное я. То есть, ложных много. Мы сейчас их всех будем расшелушивать постепенно. Но истинное я, оно как бы у нас друг от друга не отличается от слова ничем. Но с другой стороны, если нет каких-то индивидуальных особенностей, то и вот этого понимания не возникает. То есть, в двух словах мы всё время все находимся, и в том числе я, между состоянием, скажем, ложного истинного, что даёт нам такое стереоскопическое понимание, что же есть на самом деле природа реальности. Вот здесь я совершаю свой круг хождения по, скажем так, назовём это опытом, который должен подтвердиться тем, что он ошибочен. Вот здесь мы, наверное, встретились на пути подтверждения всех ошибочных, ошибочности всех заблуждений, которые мы только можем увидеть. Ну, соответственно, повеседуем об этом. Юрий всё-таки скромничает, но я добавлю, что Юрий Аистов, один из ведущих востоковедов, организатор выставок, связанных с культурой самураев и много-много чего ещё. Боже упаси, я не востоковед вообще. То есть, дело в том, что я не являюсь классическим учёным, и всё, что связано с наукой, для меня тоже неинтересно. Почему? Потому что она ограничена некоторой степенью своей, скажем так, структурой, в которой надо соответствовать, и тогда ты будешь там, в общем-то, как-то принят, оценен, оплачен и, соответственно, допущен к тому, что можно говорить другим. Я отношусь к тем, кто не допущен к этому всему, и поэтому имею право говорить всё, что считаю нужным, а не то, что нужно, как говорится, говорить тем дателям грантов, за счёт которых я существую. Соответственно, мы можем говорить на любую тему, в том числе и ненаучную. Вот здесь я оставляю за собой такое право. Но, по крайней мере, про выставки я точно не ошибся. Да, но они ненаучные вообще, это какое-то было спонтанное проявление. Даже непонятно чего и почему это произошло. Мы до сих пор думаем, мама, что это было. Основная тема всей серии подкастов, которые у нас связаны с древними культурами, с современными культурами, она про некое миропонимание, про то, как люди, исследующие разные культуры, разные парадигмы, видят мир. И вот сегодня хочется поговорить про дзен, возможно, в увязке с глубинной психологией, возможно, в увязке с самурайством. Но всё-таки в качестве такой основной темы хочется про это. Юрий, а вот я понимаю, что у человека, который исследует дзен, наверное, странно спрашивать про определение. Но всё-таки, да, вот лично для вас дзен – это что? Слово. Ну, лично для меня. Я не имею в виду на мнение других слова. Причём очень даже достаточно замызганное, условно говоря, в современной культуре и инфокультуре. Слово, которое совершенно дискредитировано, которое выведено на какие-то непонятные состояния. То есть, вот Яндекс дзен. Что это такое? Ну, дальше некуда это называется. Всё, это вошло, можно сказать, в бытовое, абсолютно дискредитированное поле реальности. И, соответственно, дзен для меня – это слово. Вот и всё. А в традиционном понимании… Одно из. А в традиционном понимании, характерно для Японии тогда это что? Чем это было? Ну, характерно для Японии – это надо разбираться не с Японией, на самом деле. Япония, как ни странно, может быть, я сейчас удивлю многих учёных мужей, но Япония – продвинутый пользователь того, что мы называем дзен. Условно говоря, Япония – это конечный какой-то потребитель, который в результате использовал дзен совершенно практический, совершенно прагматический, совершенно, условно говоря, направленно, потому что мы можем видеть в нашей внешней реальности, я не говорю про внутреннюю, ну, мы же как-то связаны с внешним осознаванием того, что происходит. Ну, и, условно говоря, есть так называемые технологии. Назовём это технологией. Вот дзен – это технология. Тантра – это технология. Какие-то методы, которые дают возможность в реальности найти её главный смысл – это тоже технологии. Технологии, которые, в принципе, могут быть правильными и которые могут быть уводящими от истинного смысла. Вот всё, что мы сейчас видим в нашем окружающем пространстве, это огромное количество технологий, которые профанируют все методы, которые дают человеку возможность узнать истинную правду. Но они тоже нужны, потому что до тех пор, пока вы не знаете, что такое настоящее золото, с вами всегда будут расплачиваться фальшиво. Это же диалектика, условно говоря. То есть, вы сами должны прийти к тому пониманию, что вы найдёте что-то, что является истинным золотом или тем учением, которое, можно сказать, есть такая вот неврити. То есть, такое санскритское слово, которое говорит о том, что вы, наконец, начали двигаться к смыслу, который реален, а не к той реальности, которая создаёт ещё больше иллюзий, ещё больше иллюзий, ещё больше иллюзий. Вот сейчас появились инфотехнологии, которые профанируют всё. Для чего? Для того, чтобы человека максимально оттащить от этой единственной правды, которая, в принципе, существует и которая показывает, каким всё является на самом деле. От этой таковости, которая, в общем-то, всегда присутствует даже во всех профанирующих технологиях, она там есть. Но поскольку массовость увлечения этого растёт из-за того, что растёт информационная доступность, мы с вами тоже сейчас создаём какой-то продукт, который кто-то должен будет посмотреть, и у кого-то там съедет крыша по поводу того, что мы сегодня сказали. Поэтому опасность давания этих знаний в эту воронку инфопотока, она существует, потому что человек ещё больше запутывается. То есть, вот это неврите, оно превращается в оппозицию, то есть, он начинает уходить в огромное количество иллюзий, которые потом становятся для него непроходимыми, а для некоторых практически ещё и клинически опасными. Потому что у человека слетает... У неподготовленного человека просто слетает кукушка, как-то переговорят, но неважно, как это назвать. Все понимают, что у него появляется полное рассеивание какой-либо реальности, он с этим ничего не может сделать. И вот это большое количество, как я их называю, пограничников и полярников, которые сейчас появляются, это же просто огромное количество неподготовленных людей, на которых вот эти инфотехнологии выливают огромное количество профанированного, но очень вкусно поданного контента. И вот отсюда все эти дзен, все эти там неотантры, вот эти все духовные какие-то учителя в бесконечном количестве вдруг начинающие появляться, и все они просветлённые, все они каким-то образом достигшие конечного знания, и весь YouTube полон просто этим контентом, и как там не запутаться, и как там не уйти, скажем, вот в эти дебри, там, скажем, вещающих вот этих вот многочисленных учителей, сатсангеров, то есть, там целые списки созданные. Я так, когда посмотрел, да, боже мой, это страшнее, чем список Форбса. В общем-то, те, у которых действительно есть какая-то власть, они, боже упаси, боятся туда попасть в этот список, чтобы, не дай бог, их так не замарали вот этим. И такое же появление вот этой всей духовности, вот этой Форбс-духовности, как я её называю, людей с бесконечным количеством вещающих каких-то технологий и всего остального. И надо просто понимать, что это есть, что это тоже часть вот этой таквости, что это часть этой реальности. Тетрис перешёл на следующий уровень, кубики начинают падать очень быстро, то есть, и мы не успеваем по старой системе просто оцифровывать, что происходит. Почему? Потому, что мы должны перейти на новый уровень сознания, и нам даются условия, в которых мы должны, условно говоря, шевелить вот этими джойстиком, шевелить побыстрее. То есть, этот джойстик наш фокус внимания, который мы куда-то направляем и получаем ответ или получаем ложный ответ. И то, и другое хорошо. Давайте не будем делить там хороший и плохой, потому что это две крайности, которые обрисовывают эту таковость. Вот как-то так. Ничего я не слишком сложно закрутил. У нас в подкасте слишком сложно не бывает. Ну, хорошо. Есть ведь красивая легенда ещё про Будду, про то, как возник дзен. Вот если можно, расскажите её, потому что тогда видно, откуда корни, что они правда, они же из Индии. Ну, может быть, кому-то и хотелось, чтобы он так возник, но легенда, она ни о чём, если честно. Если мы сейчас её расскажем, это будет ещё один уровень концепции, который создаст дополнительные заблуждения. Потому, что то, что говорят о взаимодействии Будды и его учеников, в частности, самого Будды и Маха Кашьяпы, который как бы является понявшим то, что Будда сказал, поднеся цветок, то есть, то, что он показал своим многочисленным ученикам, как суть буддизма, поднёс вот этот цветок, и только Маха Кашьяпа понял вот этот вот мгновенный переход к тому, что хотел показать Будду. То есть, вот это вот практически попадание в истинную природу ума через вот этот вот жест, который в принципе и является основополагающим для всего. Вот если мы сейчас с вами просто два часа помолчим, мы, наверное, больше скажем о самом дзене, чем все наши многочисленные рассказы вместе взятые. Почему? Потому, что дзен – это такая практически выхолощенная из всех ритуальных особенностей, системов, в которой вся линия передачи доведена до самых практически высоких состояний. Потому, что там нет вот этих длительных подходов, отходов. Дзен – это для уже готовых, как говорится, висящих над пропастью садхаков или адептов, которые своим длительным подходом к этой пропасти уже совершили огромное количество ошибок, работы, провели это всё. И поэтому для них важен уже вот этот запускающий фактор, что будет являться запускающим фактором для того, чтобы вот это вот всё яйцо ограниченности лопнуло, и там появилась вот эта вот истинная природа, которая есть в каждом из нас. Просто толщина скрылупы разная у всех. Что-то можно пробить, условно говоря, простым щелчком, что-то требует удара тапком по голове, что-то требует более жёстких методов, которые кое в дзене очень хорошо описаны, и дзен не является японским изобретением, в отличие от синта, дзен же это как бы такая парампора различных людей, которые постепенно вот из этого первого патриарха дзен, как коим считает Маха Кашьяпу, но я не уверен, что это был дзен вообще, потому что там трансформации проходили достаточно долго, и на протяжении, скажем так, следующего тысячелетия после диалога Будды и Маха Кашьяпы там было очень много реформаторов, которые сам буддизм незабываемо изменили к тому, что он стал отрицанием того, что говорил Будда. Но Будда и говорил, что в принципе, если вас не устраивает то, что я сказал, ищите следующую основу, следующую сущность, будьте светочем для самого себя, не бойтесь и не пытайтесь поверить во все мои слова, потому что они всего лишь то, что я вам дал, и это, условно говоря, вот такой карт-бланшное исследование, а каким все является на самом деле. И вот эта история, которая для нас стала историей буддизма, а также тантризма, шактизма, истории, скажем так, других учений, которые непосредственно очень близко, как ни странно, стоят к тому слову, которое мы сейчас используем как дзен, это и является, может быть, предметом нашего исследования, потому что для японцев, для японцев уже вот как конечный продукт, который сформировался в Индии, потом там его потерли в Китае, перевели на слова прагматиков, которые, скажем так, населяют восточный регион, юго-восточный регион Азии, потому что там совершенно особые люди, это во мне индийские махасидхи, которые, вот скажем, обладают так называемой культурой, которая пришла из Европы, с севера Европы, там нет ничего, что можно называть ведической традицией, поэтому ведическая традиция, в которой возник буддизм в Индии, а он там очень сильно связан с этой ведической традицией, а был радикально пересмотрен в тех культурах, которые этой ведической традиции нет, и это надо всегда понимать, что тот дзен, который, условно говоря, был школой йогачары, которую исповедовал Бадхидхарма, да, это был человек, который был патриархом йогачары, он не говорил ни про какой дзен, он был двадцать восьмым патриархом, опять же, не дзена, то есть, если Маха Кашьяпа был первым патриархом, Махасидх Бадхидхарма был уже представителем школы, которая называлась йогачара, и эта школа совершенно потрясающей дошла к полному отрицанию всего, что в принципе было в ведической традиции в виде того, что там называется атман-брахман, что есть, скажем, понимание какой-то вечной сущности, которая тождественна, то есть, мой личностный атман, он абсолютно тождественен брахману, и то, что мы видим как передачу ведической традиции, которая в Индии сейчас доминирует, она этими же самыми жителями Индии была настолько максимально пересмотрена и превращена в школы матхьямики, в частности, Нагарджуны. Нагарджуна – это самый известный, скажем, реформатор буддизма, который создал абсолютно новое понимание того, что есть буддизм вообще, потому что он является основателем буддизма, который теперь называется буддизмом большой колесницы. Это буддизм, который в принципе отличается от хировады, который в принципе, скажем так, пересматривает основы пустотности, который в принципе меняет всё отношение к тому, что такое атман-брахман, и вот здесь, наверное, можно сказать, что появляется вот это понятие анатма-вады. То есть, появляется отрицание того, что является для ведической традиции, ну, скажем, альфы и омегой, то есть, всего того, что там передаётся. Анатма-вада – это отрицание вот этого соединения вечной сущности, которая присутствует в каждом, которая перерождается, и которая всегда есть, она, ну, скажем так, переходит из жизни в жизнь, и вот этот атман, который тождественен брахману, который появляется в каждой индивидуальности, он, в общем-то, является основой поиска, ну, таких известных, скажем, уже течений, школ, философских, религиозных и всех остальных, которые там вокруг них появляются, как та же самая, скажем, школа популярная сейчас в Индии, которая называется Адвайта, Адвайта-Виданта, да, те наследия Шанкарачарии, которые проявились во многих тантрических, скажем, шактистских направлениях, это всё, в общем-то, плоды деятельности, как ни странно, Нагарджуны. И конечный этап, уже когда буддизм пришёл в Японию, Япония же, давайте поговорим сейчас о таком аспекте, ведь религиозные течения, они являются или регулярным технологическим навыком, в который человек достигает своей истинной природы, или они становятся инструментами социума, и таких примеров мы видим тоже много, и таким образом они выходят из индивидуального какого-то инструмента, индивидуальной технологии, которую человек может использовать для познания себя, и они превращаются в инструменты, ну, скажем так, управления социумом, создания там благоприятных условий или для селекции тех индивидов, которые нужны для того, чтобы общество было стабильным, однонаправленным, и, соответственно говоря, они являются технологиями создания безопасного роста. Не надо далеко ходить, что произошло в Римской империи там в IV веке, вдруг та, скажем, назовём это пока не религия, это было какое-то течение, связанное с христианством, оно было там достаточно проявлено, но ведь его интенсивно преследовали, условно говоря, иногда преследовали достаточно серьёзно, с расправой над его носителями, вдруг превращается в идеологию правящего класса римских императоров, да. И вот святой Константин, он же не принял христианство как таковое, он не стал, он крещение не принял, да, то есть, но он принял это как идеологию, как систему, он сам-то был солнцепоклонником, он исповедовал совершенно другой культ, и самое смешное, что это очень похоже на Японию, абсолютно один в один, что примерно в то же самое время, но чуть попозже Япония, также являясь солнцепоклонниками, да, потому что правящий клан Ямато по тем временам Японии называлось Японией, то есть, не ханто возникло позже, то есть, а это был вот период ещё не очень объединённых племён, одно племя стало, ну, скажем, являться императорской семьёй, хотя богиня Ама-Тарасу, все племена происходили от каких-то богов. Да, и вот император Дзиму, который стал родоначальником всей этой линии японских императоров, он был семейством, которое возникло, как, скажем, потомок богини Ама-Тарасу, но самое интересное, что богиня Ама-Тарасу – это вот как раз богиня солнца, и до сих пор главным храмом, синтаистским храмом в Японии является храм Иса, в котором император до сих пор совершает все свои самые важные и главные действия. Но императорская семья в силу каких-то, скажем, причин, так же, как и вот в Римской империи Константин, так же и, скажем, некоторые римские императоры, начиная, скажем так, с VI-VII века, начали постепенно приближать буддизм как технологию создания государственной стабильности. И почему? Потому что вот этот самый культ солнцепоклонничества, а в Японии это всё называется более определённо синтаизм, обладает таким языческим многобожием, в котором создать какое-то единое... То есть, создание однонаправленного вектора. Да, это очень важно понимать, что Япония использовала буддизм как совершенно конкретную технологию укрепления своей государственности, потому что это требовало уже от Японии каких-то конкурентных возможностей по отношению к тем государствам, которые всё больше и больше начали оказывать конкурентное влияние, извиняюсь, на Японию. И там, в первую очередь, это была Корея. Япония тогда никого особо не интересовала, но это была какая-то странная территория, островная, на которой особо ничего такого не было, там нет никаких ресурсов, там нет вообще ничего. Япония безресурсная страна, вулканические острова, но с удивительно красивой природой. Климат там тоже не ахти, потому что то тайфуны, то дожди, то ливни, то ещё что-то. Плюс там цунами, плюс ещё, скажем, назовём это вулканической деятельностью, потому что вся Япония – это острова вулканического происхождения. Условно говоря, континентальный Китай оказался той территорией, на которой действительно надо жить. Что же там выживать-то в этой Японии? И поэтому никаких желающих, в общем-то, захватить Японию особо не было. Единственные, кто захватил Японию, это были племена Ямато, которые туда пришли и начали конкурировать с племенами, которые там жили. То есть, это так называемые айны, которых племена Ямато к 15 веку, к 16, наверное, достаточно интенсивно или адаптировали, или истребили. Айнов практически не осталось. Они есть немножко на Северных островах, немножко они есть на Камчатке у нас, немножко они есть даже на Сахалине, но практически они их ассимилировали, адаптировали. И, в общем-то, Япония на этот момент являлась страной, которой нужна была технология, которая построила государственность. Вот эта вот родоплеменная знать нуждалась в инструменте, который, в принципе, должен был построить современную Японию. И они нашли этот инструмент. И этим инструментом стал буддизм. Но, как вы понимаете, буддизм тоже очень расцветшая история, потому что даже тех сект, которые в Японии представляют буддизм, порядка 5-6, и даже дзен делится на несколько сект, которые неоднозначны. Но мы не будем здесь заниматься вот этой, скажем, попыткой сравнительной аналогии. То есть, пытаться сказать, какая лучше, какая худше. Какая хуже. Мы сейчас корни пощупываем. Поймём, почему. Почему? Что такое, условно говоря, дзен-буддизм? Для нашего понимания. Подхидхарма – это, скажем, сын южноиндийского раджи, который в какой-то момент, уже поняв, что что-то пошло не так в самой Индии, а это был где-то 522 год, 6 век нашей эры, в этот момент буддизм в Индии начинает испытывать потихонечку давление, не такое сильное, но брахманических различных течений, потому что, в принципе, Индия в какой-то момент была очарована буддизмом, и было много правителей, которые поддерживали и вкладывали в буддизм огромное количество средств, ресурсов и, скажем, своего внимания. Всё понятно. Всегда основополагающей, скажем, даже пускай религиозной школой становится то, к чему прилагается огромное количество внешней поддержки. И мы понимаем, что буддизм в Индии был такой же правящей технологией, и, в общем-то, никогда бы он так не развил, потому что много похожих учений на буддизм. Тот же самый джайнизм, который возник параллельно с буддизмом примерно в одно и то же время, в одном и том же, скажем так, регионе, в Бихаре, где Махавира, вот этот великий герой, также создал очень похожую концепцию, но она не стала мейнстримом. Джайнизм сейчас существует. Да, он был так же популярен, как буддизм, но у него не появилось самого главного, вот этой государственной, условно говоря, правящей поддержки. И он не был избран как технология в силу того, что он был ещё более аскетичным и более, скажем, требовательным к условиям, чем буддизм. Буддизм и так достаточно такой, скажем, требовательный к тому, как должны вести себя адепты. В принципе, и христианство раннее было тоже требовательным и требовало отказа от всего, в том числе от какого-то своей персоналии, личности. И вот эта любовь к Богу должна была становиться для христианина основным мотивом всего существования, что и показывали ранние христиане. И они были очень близки к этому аскетизму, который, в общем-то, создавал буддистское учение и в том числе джайнизское учение. Но вот как дорожки разошлись, это называется, несмотря на то, что буддизм из Индии выдавили, и выдавили достаточно сильно. То есть, как мы понимаем, сейчас в Индии население 2 миллиарда, а из них, может быть, дай бог, там 1% является какими-то сочувствующими буддизму. Не то, что даже верующими, или в основном это может даже тибетцы, люди, которые пришли уже с буддизмом и убежали от преследования китайского правительства. Но вот буддизм для нас в Индии, да, это же погибшее образование. В Индии-то его нету. Родина буддизма Индия, понятно, что это север Индии. А потом он так сильно распространился на юг. И вот оттуда с юга, уже из территории современного Чинная, главный адепт чань буддизма, его первый патриарх, который приплыл, как ни странно, приплыл в то место, где сейчас находится Гонконг, Бадхидхарма, жрец секты Йогачари, приплыл в Китай наводить порядки, потому что он услышал от своих китайских учеников, которые, по всей видимости, также легко плавали. Ну, Чиннай, как вы понимаете, это город, который на берегу восточного побережья Индии. Оттуда наверняка существовала какая-то транспортная переправа. Хотя считается, что Бадхидхарма переплыл, по китайским канонам его рисуют, таким стоящим на волне, и под ним такой тонкий стебель бамбука. И считается, что его ситхи были настолько высокими, что он переплыл на этом стебле бамбука, туда приплыл на самый юг Китая, где сейчас находится Гонконг. И, соответственно, оттуда уже пешочком пошёл разбираться с тем, что, в принципе, было в Индии. О, что было в Китае. Таким образом, там, Дхарма распространялась. Надо сказать, что Бадхидхарма был не единственный учитель, который попал в Китай из Индии. Были пути, когда эти учителя появлялись с запада. То есть, они обходили практически Гималайи, обходили по вот этой пустынной части, которая там Монголия, Маньчжурия. И вот оттуда, где-то с северо-запада, они появлялись в Поднебесной. А Бадхидхарма появился с юга. И, соответственно, первое, что он начал делать, это общаться с правящей династией в Китае. То есть, первое, что он пошёл к императору правящей династии, пешочком он туда дошёл. Встретился с ним и не получил никакой поддержки. Потому, что, по мнению императора, который поддерживал буддизм, то, что говорил Бадхидхарма, было слишком или сложно, или слишком экстремально, или слишком, скажем, недоступно. И поэтому буддизм в Китае, дзен-буддизм, не весь буддизм, а дзен-буддизм в Китае, он как бы начинал прорастать снизу. Потому, что Бадхидхарма разочаровался, скажем так, в правящих элитах, как теперь принято говорить. И ушёл в то место, которое сейчас называется монастырь, который, в принципе, пользуется огромной популярностью. Потому, что раньше там были монастыри. То есть, он ушёл-то на гору. Он ушёл на гору, сел там в пещеру. И вот 9 лет он после этого созерцал стену этой пещеры. Это была гора, на которой жили различные послушники, монахи и все остальное. Там было очень много монастырей в округе, на самом деле. Но тот монастырь, который сейчас является популяризатором, скажем так, китайских воинских искусств, назовём их Ушу или всё, что там возникло, это Шаолинь. Такое на слуху тоже название. И там много сейчас такой же профанации, которые показывают все эти монашеские, скажем, искусства. И всё остальное, что связано с боевыми искусствами. Но, тем не менее, Бадхидхарма не был учителем боевых искусств от слова совсем. Он был представителем школы, отличительной особенностью которой Йогачара, школа Йогачар, она отличалась тем, что люди проводили время в большом количестве сидячих медитаций. Я понятно вообще говорю, в чём дело-то. Следуем курсу. То есть, там не было никаких боевых искусств. Ничего он туда не принёс. Никакой он даже, скажем, известной системой индийских боевых искусств, он туда не принёс. Он принёс туда совершенно философское учение, которое начинало свою основу от Нагарджуны. Нагарджуна жил чуть-чуть пораньше, ведь это был VI век. И Бадхидхарма был сыном Раджи, соответственно, небедным человеком. И, соответственно, были у него средства для передвижения. И отнюдь не на бамбуковом стебле он переплыл. Скажем, вот этот вот, не помню, как там называется этот кусочек. Это не океан, а это считается Бенгальский залив. Да, вот Бенгальский залив он переплыл. Со своими последователями. Явно они на одном стебле бамбука не поместились. И явно он приехал туда не без средств. У него были какие-то там, скажем, взгляды на общение с правящей элитой. Но не получилось. С точки зрения Бадхидхарма, местный император, который поддерживал буддизм, поэтому туда и поехал посмотреть, а что же там такого происходит, когда вот там так интенсивно поддерживаются. Буддизм-то там уже был, но ничего нового не принёс. И там были такие серьёзные секты, которые потом ещё больше повлияли на историю Японии, как ни странно. Но, наверное, мы об этом как-то умалчиваем. Но я обязательно сейчас об этом скажу. Потому, что Бадхидхарма принёс определённую качественную медитацию, которая являлась уже, скажем так, финальной стадией отрицания, которую буддизм достиг ко времени, скажем так. Условно говоря, Бадхидхарма не был основателем йога-чары. Там были другие основатели. Он был адептом этой школы. Но, тем не менее, вот эта крайняя степень отрицания и вылилось в то, что потом начало развиваться как Чан. Чан, Чан. Ну, сокращённо Чань-буддизм. Потому, что Тхен во Вьетнаме его называют, Сон в Корее его называют. Там много, наверное, каких-то ещё забытых школ, которые были. И просто мы их сейчас уже не можем различить, как дзен-буддизм. Но это была сидячая медитация. Это была медитация, связанная с полным нахождением отсутствия всего. Вот сейчас я, наверное, немножко должен объяснить, а чего же совершил Нагарджуна и почему этот опыт стал таким доминирующим. И для тех учений, которые ушли на север и стали буддизмом, который мы знаем как тибетский. И потом там возник уже тантрический буддизм, тоже не, скажем, без помощи Нагарджуны. Потом вдруг там возник, условно говоря, оппонент Нагарджуны, там возник Шанкарачарья, который не создавал буддизм, но он описал то, что потом возникло, как Адвайта Веданта, буддийскими понятиями Нагарджуны. Хотя он, ну скажем так, с Нагарджуной не был полностью согласен, но он взял все его постановки Мадхиамики и то, что мы видим сейчас как тантрический буддизм, как кашмирский шиваизм. Потому, что тантра возникала именно в это время. И сейчас никто не может сказать, ведь в Японии тоже есть тантрический буддизм, самое смешное. Но туда даже дошли секты тантрических последователей, но они не получили поддержку правительства, потому, что тантра нигде не получает поддержки правящих классов. Потому, что это самый прямой инструмент в центр себя. Это самый прямой инструмент к реальности, к истине. И поэтому его не используют, как то, что мы называем инструмент управления социумом. И это надо четко понимать, что есть прямые пути, но они не мейнстримы и не будут ими никогда. Потому, что там полная правда раскрывается 100%. А есть приближенные такие инструменты, которые говорят, чего хотят гостичь императоры. Ну, отвлеченности, как говорили, скажем, китайские императоры, держи головы своих, своих, ну скажем так, вассалов пустыми, а желудки полными. Вот всё. Вот вам формула счастья, стабильности и, скажем, развития. То есть, устойчивое развитие всегда было запросом правящей власти. Никому не нужны какие-то бродяги, которые исповедуют непонятно какие-то, скажем, школы, которые создают турбулентность в мозгах окружающих. Да, и они зачастую преследовались, зачастую, скажем, серьёзно преследовались. Но мы говорим, что человеку нужно. Инструмент, который, то есть, его приводит к этой реальности, таковости, или инструмент, который делает его законопослушным. И то, и другое нужно. Потому, что если нет стабильности, у вас не будет возможности достичь главного. То есть, если вы живёте в какой-то местности, где всех, все друг друга едят, убивают, то чем это отличается от джунглей животных, которые, в общем-то, стремятся только набить тело пищи, как говорится. То есть, они живут на первых двух чакрах вот этого выживания и размножения, ничего другого. У нас есть ещё другие чакры. Да, и чакра Самвара – это был тот путь, который, в принципе, открывал действия этих чакр. И потом уже, скажем, это было буддийским, скажем так, пониманием той науки, которая принесла с собой ведическая культура. И чакра Самвара является её таким буддийским представителем, когда вот это учение о пяти первоэлементах, которые создают качество чакр, и они становятся, скажем, объектом исследования. Это уже не в интересах правящих классов. Ребята, нам не нужны люди, которые обладают какими-то ситхами, энергиями и так далее. Давайте их ограничим на уровне, скажем, стремления к чему-то, что является так называемой нейтральной реальностью. И вот буддизм является, особенно в стиле дзен, является идеальным инструментом, который, в принципе, даёт эту возможность. Но мы были бы немножко, скажем так, назовём это нечестными, условно, если бы мы не рассказали о второй линии. То есть, если мы уж говорим о первой, что дзен-буддизм для Японии – это инструмент, в результате использования которого она достигла современного своего значения. Ведь то, что сейчас в Японии мы видим, как эти экономические чудеса, вот эти все вот, то, что Япония живёт там в следующем веке, мы в 21-м, а не уже какого-то в 22-м и так далее. Ведь это же и было то, что Япония вовремя выбрала нужный инструмент, и она создала, условно говоря, селекционировала то качество сознания основных людей, которые в Японии это чудо создали, оно сделало правильный и очень своевременный выбор. То качество людей, которые сейчас живут в Японии, они дают возможность очень быстро, очень мобильно перестраиваться, очень быстро следовать тому, что в принципе востребовано, и самое главное, что у них не возникает внутреннего броунского движения, они абсолютно однонаправленно, как косяк рыбы, если вы видели видео, когда там одна рыба в эту сторону и весь косяк в эту сторону. Вот так работает сознание японцев, потому что у них есть технология, которая привела к абсолютному растождествлению с какими-то своими личными качествами, которые нужно в первую очередь поддерживать. То есть японцы – это люди, которые в принципе ориентированы на мнение, а что обо мне думают другие, как я в их глазах выгляжу, и вот не дай бог я, скажем так, чем-то нарушу их восприятие и стану для них чем-то неприятным. Представляете, когда вся нация пытается друг друга удовлетворить и пытается для других быть, и детей также воспитывают. Не дай бог ребёнок кого-то там соседей обидел, что будет в нашей стране. Я пойду там разнесу их мозги, то есть они обидели моего ребёнка, не дай бог там на даче, или собака его соседская укусила. В Японии всё ровно на… Они ровно от нас окрещаются на 180 градусов, если можно так назвать. То есть этому ребёнку дома, если он обидел кого-то из взрослых окружающих, не дай бог, совсем не родственников, а соседей, условно говоря, этому ребёнку дома объявляется бойкот до тех пор, пока он не пойдёт и не извинится или не принесёт какие-то свои действия в знак того, что он просит прощения, этого ребёнка вообще дома не воспринимают с ним, родители не разговаривают. Представьте, как вот это воспитание, какую нацию это всё создаёт. Ведь это же последствия всех вот этих видов буддизма, потому что, ну, насколько я смотрел, что там записано в синто, там этого нет. В синто божества там воюют друг с другом, уничтожают друг друга, они там как бы это не может стать вот этой вот идеологией, на которых можно построить такое общество. Ведь когда Япония открылась и в неё начали приезжать многие государственные деятели из Англии, очень много там было такого нашествия из Америки, англичане же им сказали, как вам удалось построить такое общество, как вы это смогли сделать, как вы воспитали этих людей, не дай бог, просто не рушьте это, оставьте это таким, каким есть, и у вас будет, вам вообще ничего не нужно. Это были политические деятели, это были не религиозные деятели. Они сказали, ребята, вы чего, посмотрите, то есть, вы сейчас просто весь мир покорите, и японцы бы это сделали, но спасибо, условно говоря, их главным сюзеренам, Соединённым Штатам Америки, фонду Сороса, который уничтожил экономику Японии в 90-х годах, если вы знаете, до сих пор она находится в стагнации, потому что их просто убили. Тут сказали, ребята, дальше нам не нужно, вы всё там, что надо сделали, и что-то вы превратились в вторую индустриальную державу мира, надь-ка вам это, получи фашист гранату. То есть, и получили они. До сих пор Япония находится в таком, скажем, непонятном состоянии, и после неё по её пути пошли многие страны, опять же, юго-восточного буддизма, такие как Корея, такие как Вьетнам сейчас становятся этой страной, куда там вбухивают вот эту вот поддержку. И поэтому, поверьте, то, что мы называем вот этим дзен-буддизмом, это то, что в принципе стало правящей идеологией восходящего к власти японского военного, вот назовём это, в Японии есть две категории аристократии. Есть куге, это аристократия, связанная с императорским правлением, с императорской семьёй, это или ближайшие родственники императора, или какие-то их дальние уже, скажем так, родственники, или что-то такое. Ну, представьте, каждый император не одного же ребёнка имеет. После шести поколений родственники не имеют права носить императорский герб, да, и они вынуждены брать какие-то другие там фамилии, типа Минамото, то есть, ну, они являются членами, скажем так, императорского круга. Но вот это куге, это, скажем, аристократия, связанная с императорским правлением, Абуке, это аристократия, связанная с военным правлением, которое начало в Японии приобретать и нарастать своё значение, наращивать, вернее, своё значение, то есть, у меня русский поутру не очень очень хороший, забываю падежи и склонения, наращивать своё могущество, начиная где-то с 7 века, когда появилась необходимость захватывать территории. Ведь аристократы придворные, они писали стихи, участвовали в каких-то романах с придворными девушками, объяснялись им в любви, но это было абсолютно бесполезно для, условно говоря, нормальных мужиков действия. И поэтому начало приходить на смену этой власти императорской военное сословие, которое, ну, скажем, сказал, ребята, давайте нежность уберём, у нас там айны, которые, в принципе, территории свои обороняют не по-детски, айны очень жёсткие были войны, и поэтому нам нужно что-то, что, в принципе, даст нам возможность расширить своё влияние, захватить весь остров и создать так называемую целостность нации. Вот там был целый, скажем, условно назовём, пускай тысячелетие, скажем, вот этого процесса, который к власти в XII веке, когда вот эти вот страшные войны между двумя уже самурайскими, условно говоря, самурайскими кланами, ещё не было такого строгого понятия самураев, но вот эти кланы военные уже были, Минамото и Тайра, достаточно жёстко воюя долго, практически Тайра клан победил, уничтожил весь клан Минамото, остались только два, скажем так, скрытых брата, которые в принципе были спрятаны в каких-то дальних имениях, клан Тайра плюнул, сказал, ну ладно, что там эти два ребёнка могут сделать, два ребёнка выросли, подросли, и фактически через 25 лет уничтожили весь клан Тайра, который не позаботился о том, чтобы этих наследников клана Минамото каким-то образом поймать и уничтожить, или хотя бы заключить их в тюрьму и там не выпускать. Вот и всё такая история, и когда Минамото, условно говоря, взял власть в свои руки, возник Камакурский Сигунат, и вот отсюда дзен-буддизм пророс в Японии, как уже не требование Куге, вот этой вот императорской аристократии, который сказал, нам нужен буддизм, он должен быть вот такой вот весь фельдопёрстовый, и то, что там произошло в Японии в период Нара, когда буддизм заполонил японскую столицу так, что в принципе там чуть ли ни один корейский монах, который каким-то образом подкрался к принцессе императорского двора, чуть ли не стал императором, то есть, он уже там начал претендовать на то, что уже императорская власть должна буддизм принадлежать, буддизм настолько вообще облепил вот эту императорскую власть, что им пришлось перенести столицу практически, перенести столицу, и если в старой столице там было какое-то бесконечное количество храмов, которые были возведены, и там были вот эти монашеские ордена, которые там разные школы, они же все шли, и те люди, которые там в общем-то управляли этими всеми монашескими образованиями, они же были не японцы, они все были корейцы, впервые буддизм пришёл в Японию из Пекче, это считайте сейчас территория Кореи, да, буддизм оттуда пришёл, они узнали оттуда в шестом веке, что вот есть буддизм, есть Будда, но поначалу там в Японии началась какая-то страшная трагедия типа эпидемии, и появление статуи Будды с этим и связывали, ну и японцы как истинные скажем так язычники сказали, ага, какое-то стороннее божество к нам внедрилось, принесло эпидемию, первые статуи Будды их вообще выбрасывали в реки, потому что считалось, что там они очистятся, то есть их там просто жгли эти храмы, выжигали, то есть бросали в реки, но потом появилось уже реально действующий запрос, потому что уже в седьмом веке при правительстве скажем так принцессы, не помню как-то Мусейтоку по-моему ее звали, я не историк тоже, я там сильно не влезаю в эти исторические подробности, но мне важна сама технология, то есть как это произошло, почему японцы взяли именно это, почему они взяли буддизм, ведь император Японии вот начиная с императора Дзиму, это одна и та же правящая семья, которая до сих пор сохраняет вот этот преемственность передачи власти императора, но император его, он как бы обладал и административной и религиозной властью, но потом возрастающие кланы, которые военные, они у него отняли административный контур, да, император стал верховным жрецом религии синта, как верховный жрец религии синта, ну, представьте, был бы у нас какой-нибудь Велес, который, в принципе, правил бы языческими богами и там, скажем, исповедовал, вот откуда появилось христианство на Руси, да, князь Владимир, как вы помните, подумал и решил, а давайте-ка я приму христианство, так же, как император Константин подумал и решил, понял, что, говорит, я солнцепоклонник, для меня всё великолепно, но государство большое, конкурентов много, мне там надо со своими родственниками воевать, как вы знаете, Константин воевал там со своим братом, который возглавлял южную часть империи, а он там типа с северной стороны, ему нужно было что-то такое, что объединит эту империю, христианство оказалось именно тем, для России также христианство стало именно вот таким объединяющим, несмотря на то, что вот князь Владимир не посоветовался со своими условно говоря боярами, он сказал вот так, вот будет теперь вот так, а японский император посоветовался, он сказал попробуйте, ребята, вот это что-то нам присылают из Кореи, из Китая, давайте попробуем, давайте вот ты возьми, развивай, и одному из своему принцев, то есть эта императорская семья, сказала, ну давай попробуй, то есть этот принц не стал императором, но он получил права легенда, и в этом отношении весь буддизм в Японии стал жестко и очень активно расти, и в результате того, что буддизм стал одной из правящих технологий в Японии, который должен был создать то, что называется стабильность, однонаправленность, соединенность японских племен Ямато, которые соединились и стали то, что теперь называется Нихон, вот это вот слово, которое символизирует современное японское государство сейчас, то есть, им помог буддизм, буддизм был технологией, и в военном деле вот этот весь тантрический и очень такой ритуальный буддизм для военных был непонятен, потому что это были люди уже дела, это были люди, которые должны были создать армию, должны были создать какие-то качества этой армии, которые делали её победоносной, я ещё раз говорю, айны были очень серьёзными так называемыми противниками, очень серьёзными, они жили таким, скажем, хуторским хозяйством, как в Финляндии, то есть, они обороняли свои территории, которые находились в лесу, очень жёстко, несмотря на то, что они не могли объединиться в армию, японцы первое, что сделали, они создали так называемую вот эту вот регулярную армию, которая потом и стала прародиной тех людей, которых зовут самураи. И вот самураям нужна была более, скажем, простая, но очень эффективная технология, которую можно было ставить вот в их ремесло. И этой технологией стал дзен-буддизм, который фактически является отшелушанной, абсолютно убранной от всех вот этих ритуальных последствий и всего остального, чем другой буддизм немножко грешит, когда очень много ритуалов, когда очень много каких-то нужно соблюдать тонкостей и всего остального. Сидячая медитация за дзен, которая была передана йога-чарами в Китай, а Китай, как мы уже говорили, ему нужна была практическая, почему чань-буддизм в Китае расстрел таким цветом? Ну, потому что им был непонятен особо весь вот этот буддизм, связанный с индийской традицией, который, в принципе, давал огромное количество действий, которые не были практически понятны, ведь китайцы же это люди, смотрите, китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы, что их объединяет между собой? И то, что объединяет в принципе Индию чуть-чуть, но не до такой степени, это люди рисовой культуры, рисовой общности, ведь есть на земле две культуры, пшеничная, условно говоря, мы к ней относимся, и рисовая. Сергей, слышали что-нибудь об этом? Да, конечно, конечно, да. Ну, так вот в рисовом деле необходима концентрация людей в одном месте, потому что рис нельзя вырастить в одиночку, а пшеницу можно. Вот любое там фермерское хозяйство, состоящее одной семьи, может вырастить достаточное количество пшеницы, потому что это достаточно простое дело, вам нужно там или самому плуг тащить, или там быка купить, или там жену запрячь, ну, короче говоря, если у вас там жена, муж, пять детей, вы можете себя обеспечивать пшеницей. С рисом это невозможно, потому что рис растет совершенно в иных условиях, вот создать вот эти рисовые чеки, еще не дай бог у вас ландшафт какой-нибудь кривой, да, то есть это требуется огромное количество, то есть они эти поля всей деревни обрабатывают постепенно, там нужна деревня, там нужно человек 300 людей, ну, пускай даже 100, чтобы создать урожай риса, и это требует некоторой другой коллективности, и вот в Китае Цзэн очень хорошо сел на их рисовую культуру, потому что он стал объединяющим моментом, когда люди уходили от каких-то своих, так называемых, личностных аспектов, и у них появлялась вот эта однонаправленность, вот одновекторность, броунское движение уходило, и у людей появлялась возможность вместе сотрудничать и давать достаточно интересные результаты, ведь Китай этим тоже сейчас и славится, что они также находятся вот в этой рисовой культуре, посмотрите, как они могут быстро перестраиваться и как быстро расти, вот считайте, 70 лет развития Китая, то, что там было при Мао Цзэдунии, вот эта культурная революция, уничтожение 60 миллионов населения, это много, 60 миллионов, условно говоря, это же высший класс был вырезан там в Китае, это же были все люди, там, буддийские монахи, это были, там, даосские монахи, это были представители культуры, носители культуры, этого ничего нету, и вдруг Китай вот таким прорывом начинает интенсивно расти, это как раз и есть то чудо, которое в Японии стало японским чудом, это люди рисовой культуры, которые снабжены технологией, несмотря на то, что технология цзэн-буддизма была уничтожена в Китае полностью, как вы понимаете, все монахи, которые вообще какой-либо буддизм исповедовали, красные вот эти хун-вин-бины, то есть, они практически всех или выгнали из Китая, а в основной массе уничтожили, просто физически уничтожили. В Японии этого не произошло, и поэтому Япония, конечно, стартанула первой, используя вот этот инструмент, который они получили от китайцев, потому что инструмент-то был востребован кем? Воинскими сословиями, которые сказали, ребята, весь буддизм хорош, но давайте возьмем из него самую такую скажем, выхолощенную от всего лишнего часть и применим ее к тому, что называется воинскими искусствами. И, как вы понимаете, результат был ошеломляющий. Они получили воинов, которые практически лишены страха смерти, потому что буддизм убирает всю личностную, особенно дзен-буддизм. Ведь здесь нам нужно вернуться к Нагарджуне. Что сказал Нагарджуна, когда он начал свои исследования. Ведь это был человек-то достаточно известный, он был настоятелем института Наланды, и он создал вот этот метод негативной диалектики, который мы сейчас, ну, наверное, кто-то знает, кто-то не знает, но то, что называется Татралема Нагарджуны, вот эта вот Татралема, она в буддизме приобрела достаточно важный для себя аспект, когда Нагарджуна создал все виды отрицания, как ни странно, потому что он отрицал все возможные способы возникновения какой-либо реальности, потому что его отрицание состояло, что возможное происхождение вещей отрицается как от себя самого, от чего-то другого, от того и другого вместе взятого, и не от себя, и не от другого. Татралема Нагарджуны, она очень сильно разделяет азиатскую культуру на ту культуру, в которой мы воспитались, на европейскую культуру, потому что вот этот закон отрицания третьего, который в европейской логике, ну, если честно, мы знаем, что есть два государства, в котором логика развивалась. Это Греция и Индия. Все остальные это продвинутые пользователи этой логики, в том числе и мы. Вот то, что логика Сократа, Платона, Аристотеля, это вот такая парампура людей, которые, в принципе, на уровне Сократа, он был просто, условно говоря, буддистом, а Аристотель уже ушел от этой системы. Назовем то, что Платон еще описывал в своих диалогах, там можно найти много общего. Они же были с Будой практически ровесниками, если так внимательно посмотреть. Сократ и Платон и Будда, они где-то в одно и то же время создавали эти все учения. И мы говорили как-то об этом, когда мы говорили про стоиков, про стоиков мы записывали материал, но посмотрите, что потом Европа как инструмент получила, это неоплатонизм, но в принципе его адептом это был Аристотель, и он создал вот эту логику Аристотеля, это закон отрицания третьего, и все, что с этим связано. Мы как бы попали в сегмент черный или белый, или ничего другого, или черный, или белый. Нагарджуна создаёт абсолютно более глубинное состояние, которое становится инструментом вот этой Юго-Восточной Азии. Они получили так называемые доктрины йогачары, матхьямики, свантатрики. Это были очень мощные технологии, и в общем-то влияние Нагарджуна не ограничивается только на буддизм. Самое смешное, что и, как мы уже говорили, Гаудапада, Шанкара, это люди, которые уже развивали ведическую традицию, которая потом превратилась в адвайту, превратилась в какие-то тантрические, шактистские, скажем так, инструменты. Они пользовались вот этой технологией матхьямики и её, скажем так, инструментами. Несмотря на то, что у них была полемика с этим, с самим Нагарджуной, условно говоря, они не жили в одно и то же время, но они апеллировали этому. Шерихарша, это уже после, более позднее развитие веданты, более позднее. Тем не менее, мы видим вот эти следы, вот эти послевкусия матхьямики. И самое главное, что за пределами Индии Нагарджуна стал тоже очень популярен, потому что, в принципе, в Китае возникла школа Сан-Луньцунь, школу, которую, в принципе, организовал китайский монах, Цзэцзан, этот китайский монах продвигал эту школу, и, в принципе, в Японии даже есть их последователи, то есть, этот вот Сан-Луньсю, известная такая секта буддийская в Японии, но она не стала мейнстримом. Почему? Потому что не получила поддержку военной аристократии. Опять же, школы есть, но поддержки, они все, как бы, все школы буддизма в Японии, после того, как военная аристократия начала поддерживать Цзэн, они, как бы, немножко ушли на задний план, хотя, в принципе, в какой-то момент были очень почётны. И самое главное, в Китае возникает другая школа, которая называется Тан-Тай. Цзэн, да, Цзэцзян, это был основатель Сан-Вун-Дзу, а вот монах Джи, Цзжи его зовут, он создал эту школу, и вот эта вот Тан-Тай-Дзун, она стала прототипом японской секты Тэндай-Ю. Вот тут очень интересное явление. то есть влияние, которое оказал Нагарджуна на создание сначала в Китае, потом в Японии секты Тэндай, потому что вот Тэндай это секта, которая является, скажем так, первой возникшей на территории Японии, ну, сохранившейся до сих пор. Там их много возникло поначалу, да, но вот Тэндай до сих пор жива, до сих пор она, скажем так, существует в храмовой традиции, там есть последователи, но она несёт полностью учение Нагарджуна. Вот это надо понимать, это очень важно, да, потому что вещи являются, конечно же, пустыми, то, что писал Нагарджуна, но существует третье начало, которое связывает вот эти два параметра абсолютной пустотности и какого-то вещественного воспринимателя, воспринятия этих вещей, да, и, соответственно, конечно же, Нагарджуна очень сильно повлиял и на то, что мы теперь называем дзен, но, чтобы это влияние перешло в дзен, нужно было ещё пройти ещё один этап, который, в принципе, основополагатели школы Йогачара довели учение Нагарджуны до полного, условно говоря, нигилистического совершенства, до полного отрицания всех отрицаний. Вот Йогачара, она и запомнилась тем, создатели были два брата, Асанха и Васубанху, причём Васубанху был таким жёстким последователем Тхировады, и он там написал много, скажем, в Тхироваде первоначальных, скажем, историй, которые связаны с буддизмом Тхировады, в частности, такая известная Абхидхарма Мокша, но потом он перешёл в Махаяну и стал очень мощным адептом именно махаинистического учения. Почему? Потому что, ну, понятно, в буддизме существует учение о пустоте. Пустота есть форма, форма есть пустота, пустота и форма не разделим. Это Шуньявада, это пустотность, которая лежит в основании объективного мира. Поскольку эта пустотность лежит в основании объективного мира, Нагарджуна взял это скажем как за основу и появилось такое промежуточное промежуточное понимание вот этой пустотности, в которой существует некоторая двойная реальность и эту двойную реальность надо учитывать как основное учение буддизму. Йогачара доводит это всё до окончательного отоприцания всего. Мало того, что мира нет, это всего лишь иллюзия нашего сознания. Реальность этого мира не больше, чем то, что мы видим во сне. Вот здесь скажем так, то, что мы сейчас видим, то, что мы сейчас разговариваем согласно Йогачара это иллюзия. Мы сейчас спим и видим вот какой-то этот сон. Другой вопрос, кто видит этот сон? Да? Потому что Йогачара говорит, единственная реальность это тадхата или тхармадата. Это источник, то, что мы называем источник, из которого сокрытый источник, из которого происходят все явления. Так называемая таковость, если по-русски говорить. Вот это единственная реальность. Это таковость и единственная реальность. Потому что есть в основании всего то, что запредельно. То есть практически оно не раскрывается никак. Оно запредельно. Вот мы поговорили, хотели поговорить о непроявленном, темном и всем остальном. Вот мы подошли к этому моменту. Да? Потому что эта запредельность, она запредельна этому объективному миру, который мы сейчас называем и видим. Мало того, что сознание создает этот окружающий мир, вот то, что мы сейчас разговариваем, это создает сознание. Мы видим какую-то кружку, которую я могу поднять, попить. Это сознание. И Йогачара говорит, и это сознание тоже иллюзорно, которое создает этот мир. Оно тоже подобно сну. То, что человек видит в сновидениях себя, людей, какие-то события совершенно неожиданные случающиеся, которые он не знает даже в своем пробуждении. То, что они явились ему во сне, эти события, все это не является реальностью, объективной реальностью. и сам наблюдающий этот сон, наблюдатель этого сна, это объективная реальность. понятно ли, куда мы зашли? Сейчас поспрашиваю. С вами, конечно, прекрасно записывать подкаст, можно задать один вопрос. Посмотрите дальше, дальше-то, что йога-чара говорит, и наблюдатель, или созерцающий этот сон, тоже не есть объективной реальностью. Йога-чара ушла дальше на горджуны, то есть она ушла в совершенное отрицание всего. Отсюда дзен начал вырастать именно из этого понимания, что даже созерцающий сон, пускай вся реальность сон, вся она исходит из нашего сознания. Наше сознание не обладает никакой объективной реальностью, но и созерцатель этого сознания тоже не обладает никакой объективной реальностью. Даша Пхумика Сутра говорит примерно вот что. Что касается трёх миров, то они есть не что иное, как только лишь сознание. Это ещё до Йога-чары. Три мира в буддизме понятно какие, это адские миры, мир людей, мир земли и мир богов. Вот это три мира. И вот появляется Сутра, которая становится основополагающей для Йога-чары, она становится основополагающей для чань-буддизма и для современного дзен-буддизма. Вот эта Сутра называется Ланка-ватара-сутра. И в этой Сутре как раз все учения Йога-чары очень хорошо прописаны, изложены, и поэтому если вы хотите узнать, что является основой философии Йога-чары, чань-буддизма, дзен-буддизма, современного какого-то их ответвления, это как раз Ланка-ватара-сутра. Что она говорит? Человек, непрерывность, стханхи, сканхи, причинность дхармы, первичная материя, создатели швовара, это все вот еще даже из ведической традиции. Я утверждаю, что все это только сознание. То есть, практически существует только сознание, которое есть сон. Дальше они идут еще интереснее. Само познание, вижняна, то, что мы говорим. У сознания есть качества, которые позволяют познавать вижняна. Это тоже не есть абсолютная реальность. Это есть иллюзия, которая формирует сансару. И поэтому не только сновидение нереальны. Но и сам видящий сны сновидец он тоже нереален. Его тоже нет. И это тоже иллюзия. И вот с этого момента мы пощупав из чего растет дзен и наверное может быть зададим друг другу вопросы. А что же тогда? А о чем мы тогда здесь вообще говорим? потому что весь дзен начинается из этой концепции. Вот чтобы понять что такое реально конкретный инструмент который мы можем использовать для познания реальности. Это не государственный дзен который поддерживается скажем ну сейчас он только в Японии поддерживается потому что он действительно стал для них инструментов. Это тот инструмент который дает вам видение о каким же все является на самом деле. Это то что в принципе ведь в Китай не был принесен буддизм который стал его инструментом создания нации формирования скажем или селекции личности всего остального в Китай он пророс снизу потому что первым учеником Бодхидхармы был не царь к которому он пришел не император с которым он поговорил плюнул и ушел а был дровосек который пришел через какое-то время Бодхидхарма сидел по легенде 9 лет но поскольку в китайском языке слово 9 и слово длительный звучит примерно одинаково а пишется по-разному ну как во всей ириографической системе у них есть много слов которые звучат вроде как поодинаково а пишется по-разному и только в контексте написания можно различить так вот слово 9 и слово долго или длительный в Китае звучит одинаково поэтому непонятно 9 ли он сидел лет там скажем созерцая стену в пещере рядом с тем известным монастырем который сейчас в популярности у всех деятелей боевых искусств или он сидел просто долго так вот когда к нему пришел ученик он был дровосеком он был тем человеком который хворост в этот шаолин таскал или там там рядом еще 40 монастырей было не только шаолин и самое смешное что то место где сейчас сидел где действительно сидел Бодхитхарман вот как считается в этой пещере там сейчас женский монастырь находится ну вот ну такая скажем интересная тантрическая подробность но тем не менее чань-буддизм в Китае вырос как истинное учение которому следовали люди которые хотели найти истину и он не стал правящей условно говоря доктриной потому что в Китае хватало своих правящих доктрин ну начиная с Лао Цзы который писал все свои скажем так вот труды посвящая как там должен быть монах правящий монарх заговорился монарх и монах то есть очень близко монарх правящий править поднебесной и конфуцианство конфуции со всеми его скажем так проторелигиозными технологиями создания правильного государства но связано с какой-то немножко такой-то религиозной засветкой какие-то там религиозные или такие духовные ценности там тоже есть но конфуцианство как ни странно не стало основной доктриной в Японии оно было принято его использовали его скажем смотрели и именно поэтому Япония перешла на мужской тип от матриархата к патриархату как ни странно конфуцианство послужило этим то есть если вы знаете в Японии был матриархат связанный с тем что вся собственность и все скажем привилегии регалии и все остальное передавались по женской линии то есть фактически ну мама понимает что это ее ребенок да и она передает как бы неважно кто отец но мама это точно мама потому что она родила этого ребенка ну вот и это все передавалось то есть женщины владели собственностью ну какое-то там имущество все что там было связано с передачей передавалось по женской линии и только когда появилось конфуцианство в Японии да вот это перешло на такой скажем наследственный признак передачи всего по наследству по мужской линии сыну а для этого нужно было что очень важное последствие этого нужно было убедиться что это твой сын что это твоя кровь что это твой род ведь мама же в Японии была такой немножко свободной она приглашала мужчину когда нужно было родить ребенка но мужчина не обязательно был ее мужем он мог жить с ней мог не жить с ней то есть он был таком приглашенный ну условно говоря как в пчелином улей да то есть вот как бы там приглашают труднее его выводят он там оплодотворяет все что нужно оплодотворить а потом просто выбрасывает говорит ну все спасибо это то что в принципе исповедуется в матриархате мужчина является второстепенным зависимым носителем генофонда который нужен для того чтобы создать новое потомство а потом уже в Японии с консульсанством приходит совершенно другое понимание что если это мой ребенок я ему передам все по наследству а это какой-то пришлый но даже это не действует потому что японцы говорят что даже приемный ребенок тоже может стать полноценным сыном и поэтому в Японии до сих пор нет ни одного условно говоря детского дома как ни странно потому что японцы считают что ребенок чем бы чей бы он не был это божество для них синтаизм до сих пор является основополагающим отношением к тому что называется рождение ведь японцы интересно они же как бы приняли буддизм как технологию но они свою старую скажем так вот эту идентичность оставили живое и действующее японцы до сих пор единственная нация которая живет там пускай в 22 веке но они до сих пор язычники вот в чем интересное противостояние буддизма язычество это их естественная потребность там скажем справлять свои какие-то нужды они говорят что мы рождаемся синтаистами а умираем буддистами они даже не скрывают этого они говорят слушайте ребята ну вот рождение таинство там скажем так все что там 3-5-7 то есть вот эти праздники рождения ребенка его там скажем так вот формирование это все синтаизм это все боги это все наша старая религия это все что в принципе связано с японской многобожием то есть различных богов которые являются проявлением скажем природы солнца воды ветра для японцев же все живое вот чем они интересны в отличие от нас они не считают что есть что-то неживое там даже карандаш произведен расческа произведенная скажем где-то на заводе в Китае она является живой ну раз живые руки ее сделали она тоже живая и камень лежащий на дороге и вообще ни к чему нельзя относиться плохо потому что все обладает этой энергией и тот камень который пнул на дороге потому что он попался тебе вот как бы под ногу он тоже живой и ты его тоже можешь обидеть представьте японцы люди которые живут вот в этом сообществе живых даже мертвых родственников они все живые единственное что вот эта смерть это повышение по службе для японцев то есть так это был твой мама и папа когда они умерли они стали божествами и с ними надо общаться как с божествами и японцы с ними общаются это такой дурдом на колесах если нашу клиническую психологию запустить в японское сознание вся наша клиническая психология зайдет с ума да почему потому что для них все обожествлено все напомлено вот этой жизненной энергии люди умершие то есть ничем не отличаются от живых ну просто они немножко выше по званию и с ними надо общаться уважительно их надо кормить поить им нужно задавать им правильные вопросы чтобы они ответили как вот в этом грешном скажем мире физической реальности что делать правильно потому что те люди которые живут в мире тонких энергий они лучше видят потому что мы ограничены мы ограничены нашим отношением к этой реальности и мы серьезно к ней относимся а те люди ничем не ограничены они уже умерли и они как бы видят все таким каким все является на самом деле поэтому в японцах уже было вставлено вот это вот почитание тех тонких планов о которых мы сомневаемся в них уже когда пришел к ним вот этот вот дзен-буддизм у них вот это отрицание всего того что личность является какой-то реальной было уже подготовлено то есть они готовы сказать что да меня нет они готовы сказать что ну нет и все поэтому все что я могу делать это служить вот этой окружающей божественности в виде какого-то своего скромного взноса и вклада и поэтому в Японии нету ненависти к начальникам представьте то есть вся корпорация работает и тот человек который занимает высшую позицию является для них идеалом того что в принципе он принял больше ответственности на себя потому что все понимают что вот сесть на место выше это взять на себя еще больше ответственности если ты работаешь у станка и тратишь там скажем 40 часов рабочего времени тот человек который управляет этой твоей корпорацией то он тратит 80 часов своего времени для того чтобы управлять этой корпорацией все понимают это это очень интересное но скажем последствия того что Япония совместила буддизм с синтаизмом и это совершенно удивительное сочетание которое может быть требует дополнительного исследования но то что в принципе дзен-буддизм это не стал мейнстримом самое смешное что если мы посмотрим количество дзен-буддистов в Японии их немного но они самые лучшие то есть они начали создавать ведь самураев тоже было только 2-3 процента населения Японии если мы знаем об этом но это были люди которые создавали технологии потому что они управляли государством они считали налоги они воспитывали знать они воспитывали вот этих безупречных воинов и то что они сказали ну какая разница где воевать на поле битвы или воевать на уровне экономических каких-то совершений они перенесли эти технологии во все сферы своего взаимодействия то что мы сейчас видим Японию это страна которая взяла дзен как технологию дала ее своему населению и сказала что все вместе мы будем успешными а по отдельности мы никто и японцы так себя и ведут ведем ли мы себя так но я вот сейчас смотрю на то что происходит вокруг не уверен но нам бы такая технология тоже очень нужна потому что на данный момент вот то христианство которое было в Римской империи в четвертом веке и то христианство которое сейчас получилось как скажем ну правящая идеология во многих государствах они очень разные а вот японцы сумели сохранить хотя американцы постарались конечно там после второй мировой войны разнести вдребезги вот это все единственное ну просто вот то что мы сейчас видим в Японии такое же растление которое скажем вот этот глобалистический мир пытается внести во все культуры да потому что им не нужны вот эти целостные композиции типа семьи им не нужны эти композиции типа единства народа им нужны вот такие атомизированные абсолютно лишенные какой-либо воли люди которые в принципе сейчас и всасывают в себе вот этот псевдо-дзен псевдо-тантру псевдо-культуру псевдо-духовность вот эти вот тысячи этих учителей которые мы опять возвращаемся к этому да мы погрузились на самое дно и опять возвращаемся к тому что идет разрушение вот этих вот целостных глубинных учений и кому сейчас начни рассказывать про Нагарджуну и про все его достижения люди через пять минут устанут уйдут и скажут а как это можно использовать в реальной жизни как я могу это использовать на работе и стать богатым или получить свою виллу или там свой самолет купить да никак а на самом деле что такое самолет и вилла это просто форма твоей привязанности это твои клэши это твоя иллюзия которая в принципе становится еще доминирующей вот в чем дело людей завязывают на то что в принципе их ограничивает это завязывание еще получило технологию как это делать да если раньше скажем так были формы управления но земля не была глобальной сейчас глобальная скажем вот эта политика требует управления глобальным сообществом а не только конкретной Японии не только конкретной России или не только конкретной Италии и это является для нас вызовом сейчас что делать с этой глобальной теорией что сделать с этим то что там теперь называется инклюзивным капитализмом да что такое инклюзивный капитализм ну это тот же самый социализм только социализм в России зашел снизу как реакция низовых классов на ну полное разложение императорской власти а теперь он заходит сверху то есть социализм начинают строить сверху и говорят ребят все хорошо но знаете вот синдром муравейника нам очень нравится потому что есть там кто-то кто может руководить а все остальные должны работать причем без всяких прав без всяких возможностей и самое главное что у вас нет никакой идентичности и самое главное что у вас нет никаких технологий понимать каким все является на самом деле вот такие люди востребованы да и мы начинаем говорить ну хорошо если основная масса уйдет в этот вот цифровой заказник как я его называю если не говорить более жестко то что останется появляются люди которые понимают что их туда ведут их становится все больше посмотрите вот этот план Клауса Шваба сейчас немножко трещит по швам потому что появились государства которые в нем не участвуют а он сразу же сказал что не дай бог появится государство они же ничего не скрывают самое смешное что все что сейчас происходит это все написано записано прямым текстом но мы этому что можем противопоставить тот дзен который сейчас популяризируется нет это как раз и есть профанация которая говорит которая уводит человека то есть вот это вот пора врите не врите то есть она говорит о том что то что ты сейчас начнешь использовать как дзен это еще создаст больше иллюзий больше скажем так расхождений то есть и не будет никакого однонаправленного движения потому что технологи постарались инфотехнологи скажем так с начала с начала 20 века используется очень много различных методов изучения что есть человек какая у него морфология как ему можно манипулировать что есть сознание какие то есть есть вот эти низовые комплексы и там большое количество психологов которые за гранты скажем так глобальных банкиров создали очень много инструментов которые могут разнести неподготовленное сознание в дребезги ну есть люди которые выросли в СССР и их трудно разнести в дребезги честно скажу потому что я сейчас понимаю какая была благость того что меня воспитали атеистом и я могу теперь себе позволить все остальное изучать пользуясь этой благостью потому что у меня нет никакой привязанности к чему-то одному я говорю ребята все остальное имеет место быть почему и вот мое атеистическое образование которое было скажем вот я теперь хвастаюсь теперь уже что подкреплено какими-то опытами связанными с не историей КПСС которую мы в школе и в институте изучали а я читал какие-то очень глубинные книги связанные скажем с религией с философией ну запрещенно читал честно скажу признаюсь в этом да меня тогда не поймали но сейчас наверное вряд ли осудят и это дало мне инструмент который говорит вот это я могу сейчас использовать вот это для меня работает вот это вот несет богатство и какую-то реальность которой нету потому что то что этой реальности нету сказал Нагарджуна но какие инструменты этим могут скажем так стать опытом какие инструменты можно опытом циан-буддизм в современном виде нет вот эти все mindfulness вот эти все скажем все что можно назвать new age они просто начиная с мадам Блаватской взяли и исказили все духовные практики которые были им доступны потому что как вы понимаете колонизация юго-восточной Азии у англичан вызвала одно странное мнение они поняли что ту доктрину которую они пытались при помощи проповеди при помощи скажем всего остального внести потому что но Англия как вы понимаете они же они протестанты и вот протестантская идеология она была воспитана тем что им даже христианство не нужно было папа римский тоже был не нужен они сказали ребята у нас своя идеология построенная на скажем потребностях венецианских купцов которые переселились в Англию и на скажем иудаистской идеологии которая в принципе стала правящей вот этой финансовой элитой ну хорошо мы создали что-то свое мы создали что-то такое но когда это пришло в Индию и когда там начали насаждать англичане ну условно говоря свои какие-то нормы морали поведения там у них это не сработало потому что тетралема нагарджуны намного дальше и глубже воспитывает сознание человека в виде восприятия чем вот этого вот аристотелевская логика она дает ему больше возможностей относиться к происходящему то есть она шире и она глубже и она скажем так создает и когда вот это вот протестантское непонятно что столкнулось с тем же самым каршмирским шиваизмом тантрическим буддизмом даже условно говоря с тхеровадой тхеровада тоже смогла сопротивляться этому легко и свободно и сейчас мы видим рост буддизма там где пытались скажем внедрять вот этот скажем странный христианский странную христианскую идеологию которая является собой вот сейчас Англия и Америка в основном протестантские там все англосаксонская англосакская технология которую они сделали из христианства это же тоже технология это тоже было создано совершенно искусственным путем и почему это было создано тоже понятно так вот она не смогла там завоевать никакого доверия и они сказали хорошо если мы напрямую не можем влиять на эти тюмы причем самое смешное что даже католическая церковь в Индии создала какие-то прототипы своих там общин ведь там есть вот то же самое ГОО да посмотрите там что происходит ну весь штат практически вот женщины все Марии Магдалины мужчины все условно говоря Петры Петры Иисус то есть у них даже по именам смешно там не индийские имена там как бы все вот эти библейские имена которые в Новом Завете индусы используют для называния своих детей там у них есть это христианское почитание но на уровне католической церкви то есть вот то что называется влияние уже протестантизма то есть я заговариваю если долг водички попью не в словах суть как говорится то есть о их отсутствии есть такая хорошая фраза она говорит что говори только тогда когда это сделает тишину еще более совершенной а мы что-то столько говорили что вряд ли это сделает тишина вообще какой-либо но тем не менее то есть что мы сейчас в мире имеем это противодействие вот этим всем истинным учениям созданием вот таких фейковых как летчики говорят тепловых ловушек которые отвлекают сознание от истины от пути истинного да и вот отсюда вот эти многочисленные гуру которых там просто им просто дают деньги им просто их просто говорят а ты чего там лепишь ага на тебе побольше денег на тебе там вот эту воронку продаж призывай там тысячи вот собирай стадионы собирай туда ну понятно вопрос простой ну что можно сделать на этом стадионе когда приходит когда там вот этот ажиотаж люди туда приходят только потому что туда приходят миллионы они считают потому что туда приходят миллионы наверное вот это там истинное учение очень легко просто подкуплена вся эта история с духовностью и во многом появление вот таких скажем очень распиаренных гуру как я их называю является вот таким скажем достаточно интересным технологическим инструментом борьбы правящей элиты уже мировой правящей элиты с тем что в принципе называется истинной или скажем так работающей духовностью и теми методами которые приводят человека к познанию себя как такового вот этот путь внутрь или путь в центр себя который называется неврити он максимально ограничивается тем что создается огромное количество фейковых традиций которые в общем-то говорят теми же самыми словами но вот это неотантра вся которая перешла в какой-то тантрический массаж и не поймешь чего вообще или хороший повод собраться и заняться групповым сексом непонятно зачем вообще то что мы видим сейчас это такое окончательное растление во что это выльется скорее всего в крах этой системы которая пытается это сделать потому что истина то она одна сколько ее не прячут то есть эти гвозди рано или поздно начнут продрявливать карманы вылезать наружу да и тогда в общем-то все начинают смеяться и говорить и король-то голый вот то что сейчас произошло с этим инклюзивным капитализмом который сейчас тоже уже становится смешным для некоторых его адептов и то что мы видим со многими вот этими духовными традициями они тоже в какой-то момент становятся смешными потому что там появляются какие-то скандалы появляются какие-то несоответствия потому что эти люди декларируют одно а ведут себя по-другому да потому что они заложники ну скажем вот этой массовости им дали возможность быть центрами отвлечения внимания а потом у них у самих там может проявляется какое-то сознание они начинают сомневаться в том что они делают поэтому очень важно сейчас условно говоря если мы говорим про дзен надо брать тот дзен который наверное произошел от Нагарджуны и был усовершенствован в Асубанху и его использовать а не использовать тот дзен который ушел потом из нашей культуры и он стал доступен скажем в больше прагматическом режиме то есть посмотреть на того же самого ладно Бадхидхарма был первым патриархом дзен а что произошло там на протяжении кто был шестым патриархом он даже монахом не был у него там совершенно интересная история просто история которая требует отдельной передачи что там произошло с шестым патриархом дзен в Китае но это было проявление другой культуры которая потребовала вот этой трансформации на протяжении шести патриархов и потом же он стал сам отрицателем себя он сказал да никаких патриархов вообще ничего такого нет все должно быть вот так вот и все после него уже не было никаких патриархов потому что он сам свое звание и понимание сказал это тоже ложное давайте займемся более конкретным и более внутренним вот это говорит о том что сейчас появится много таких шестых патриархов которые осознают так называемую свою неправоту или неестественность своего положения вот этот процесс сейчас происходит в мире но какая разница если мы говорим что все является иллюзией все является сном сознание тоже сон и даже сновидящий который обладает этим сознанием тоже является иллюзией вот мы пришли к этому пониманию а что такое дзен это вот это это то ядро тот корень который Нагарджуна обозначил а потом Васубанху усугубил а уж господин наш любимый Бадхидхарма которого уже все знают кто знает Васубанху ну Нагарджуну кто-то знает но Бадхидхарма тоже все знают конечно же он принес дзен в Китай но он был носитель он был тот человек который теперь называют мессенджер он перенес технологию а создали ее другие люди конечно же он что-то там тоже сделал что-то усовершенствовал но как вы понимаете Бадхидхарма 9 лет согласно легенде просто сидел и смотрел в стену а вот его ученик который был просто лесорубом собирателем хвороста стал вторым патриархом дзен и как вы думаете какой ценой ему обошлось это ну легенда опять говорит что Бадхидхарма ему сказал знаешь что мы сидим сейчас зима ты просишь меня чтобы ты стал моим учеником но это произойдет только тогда когда условия совпадут с моими ожиданиями и для этого в первую очередь видишь вот снег вокруг он стоял скажем в снегу пытался попросить его об ученичестве он сказал вот когда этот снег станет красным тогда ты станешь моим учеником поскольку тот был лесорубом у него были скажем некоторые доводы как это сделать он просто достал топор и отрубил себе кисть ну соответственно кровь которая окрасила весь этот снег сделала сбыточное желание бодхитхармы а он положил эту кисть ему и сказал ну вот это мое подтверждение что я хочу в это ученичество войти как вы видите методы были жесткие таких примеров очень много но это легенда то есть всегда потом когда возникает какая-то известная и очень массированная история там вокруг не обрастают много легенд и непонятно какие из них действительно уже легенды а что является действительностью но тем не менее вот цена ученичества второго патриарха у бодхитхармы была такой жесткой просто членовредительства но он оправдал доверие учителя он сказал да я уж не говорю что если мы там начнем смотреть как как Наропа стал условно говоря тем мастером которым он стал то есть что там с ним происходило уже даже страшно здесь говорить но тем не менее если мы говорим то есть вот эти вот линии передачи подвижничества сам Нагарджуна то есть испытал достаточно интересные трансформации потому что считалось что он в принципе получил то что теперь называется его учениями то есть он эти сутры получил у Нагов то есть король Нагов сам ему передал эти учения и поэтому в жизни самого Нагарджуна существует много мистического магического и абсолютно не поддающегося осознания на людей которые в рациональном мышлении говорят что реальность вот такая да потому что вся его вот эта вот макхемика она получилась на тех сутрах которые сам Нагарджуна в путешествии к Нагам получил от короля Нагов и фактически то есть он тоже не был условно говоря автором то есть он получил это в виде описания каким образом он там общался с Нагами на Наге если вы понимаете такие властители стихии воды и вот эти Наги передали ему одну часть учений вторую часть учений ему передали Дакини и они стали двумя доктринами Нагарджуны которые потом привели его к этой пустотности а условно говоря Васу Банху который сначала являлся адептом буддизма который называется Тхеравадда потом стал увидел увидел вот эту идею и сказал да это она это она и создал йогачару и вот с этого момента мы говорим ребята дальше это пошло уже в тираж Япония очень хорошо воспользовалась этим достижением то есть и создала то что сейчас называется современная Япония поэтому японский дзен он культивируемый сверху надо это понимать да то есть первыми адептами развития буддизма в Японии как ни странно были не какие-то там лесорубы а имперские чиновники им первым доверилось рассказывать про буддизм они стали то есть его насаждать и расширять то есть вот это влияние император Японии будучи верховным жрецом религии синта взял буддизм для укрепления своей императорской власти объединения государства и создания ее скажем целостности и независимости поэтому хотя бы на этом уровне различайте и то и другое и третье хотите дзена идите смотрите что такое нагарджуна и что такое то есть васу банку хотите дзена как технологии идите откровенно говоря в Японию и смотрите как это работает в реальности которая является иллюзорной но чтобы она была хотя бы эффективной используйте это вот во благо потому что японцы создали этот инструмент именно посвященный технологиям внешнего воздействия ну плюс еще здесь некоторая фантазия которая нужна для того чтобы создавать вот эту вот матрицу реальности и об этом буддизм много говорит умеете создавать матрицу реальности там где легко создавать где она еще в тонких планах а потом умеете ее материализовывать вот чем японцы и занялись они создают эту матрицу и очень успешно ее материализуют даже тогда когда их сорос пытается там гноить гнобить и создавать им огромное количество препятствий на так называемом рынке валютных махинаций и спекуляций вот как-то так ничего что я так далеко заехал я наверное все вопросы которые у тебя были да я я прямо сидел и наблюдал как у меня постепенно тают вопросы причем их был их был список и вы как бы на один рассказали на другой рассказали на третий рассказали то что я даже не ожидал ну в общем я думаю что у нас получился не совсем интервью да скорее такая лекция но мне кажется что получилось потрясающе и гораздо ценнее узнать про какие-то исконные вещи истинные вещи сакральные вещи чем мы бы с вами сейчас обсудили ну какие-то распространенные мифы про дзен про достичь дзен про состояние дзен про все про вот это поэтому спасибо огромное пожалуйста но состояние достичь дзен для этого не надо ехать в Японию ведь еще буду на своем скажем жизненном веку сказал что для этого достаточно просто не согласиться с какой-то существующей его формой изложения реальности и создать свою вот в этом мы должны понимать что внутренний учитель всегда в нас это тот садгуру не который сидит там в тамилнаду это не тот садгуру а это внутренний учитель вот этот сад внутренний учитель который создает то что в принципе рано или поздно мы начинаем воспринимать как истинную реальность а мы его не найдем снаружи снаружи мы найдем массу таких вот скажем указаний или наоборот указаний в другую сторону вот когда количество указаний туда будет большим мы его находим если количество указаний вот туда во всю сторону куда идти вот туда вот сейчас вся эта технология прям говорит где искать вот там да и чего мы ищем ну ничего тратим время на какие-то секции на какие-то гуру учителя находиться в поле учителя сидеть 20 лет его слушать потом понять что это все было бесполезно настоящий учитель вам тут же то есть отрежет все вот эти ваши скажем пожелания находиться в его поле он просто попытается создать из вас самостоятельный бот который будет исследовать глубины себя искать учителя внутри а в такой фейковый ложный тот конечно будет в принципе собирать с вас донейшн всю жизнь и будет заинтересован как хороший врач в большом количестве больных пациентов потому что это позволяет ему удовлетворять свои какие-то эго-потребности но вот здесь ориентируйтесь как сказал один из моих учителей учитель надо выбирать как картошку на базаре то есть просто берешь смотришь если гнилая выкидываешь если хорошая берешь ничего личного просто вам совет спасибо огромное я думаю что мы как-нибудь еще продолжим и и обсудим и другие аспекты и дзена и тантры и других каких-то учений тоже спасибо хорошо пожалуйста во благо как говорится друзья встретимся в следующем выпуске на сферы на сферы